Байден заявил о готовности вступить в полноценный военный конфликт с Китаем в случае его вторжения на Тайвань. Но не стоит также исключать, что дед просто забыл выпить таблетки. Новые пророссийские власти Запорожской области заявили о планах войти в состав России. Война в Украине закончится, будет мирный договор, но неясно, с каким президентом России он будет заключен. Алексей Навальный заявил, что судья, заменивший ему условный срок, на реальный передала письмо, которое написала перед своей смертью с сожалениями о своем решении. Бориса Джонсона призывают к отставке. Значительную часть замороженных активов они передадут Западу, а их взамен исключат из санкционных списков. Новые пророссийские власти Запорожской области заявили о планах войти в состав России. По их словам, область войдет в состав России, когда будет взят областной центр, город Запорожье. Также Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи гражданства России жителям Запорожской и Херсонской областей Украины. На сегодняшний день под контролем российской армии две трети территории Запорожьской области, а сам город Запорожье контролирует Украину. Война в Украине закончится, будет мирный договор, но неясно, с каким президентом России он будет заключен. Это заявил Владимир Зеленский. Что конкретно он имел в виду, не уточнил. Также он сказал, что по его мнению Путин не понимает, что происходит. Ему кажется, что он живет в своем информационном мире, не понимая, что Украина никогда не пойдет на уступки. Напомню, что ранее президент Украины не раз говорил, что готов встретиться с Владимиром Путиным, чтобы остановить войну. Владимир Зеленский поддержал петицию о визовом режиме с Россией и поручил премьер-министру Украины проработать этот вопрос. На сегодняшний день между Россией и Украиной действует безвизовый режим. Соответствующие электронные петиции оформляются на специальном сайте. Чтобы их рассмотрел президент Украины, нужно набрать не менее 25 тысяч подписей. Помимо введения визового режима с Россией, на этом портале просят Зеленского разрешить мужчинам покидать Украину и переименовать все улицы Пушкина в улицы Стивена Кинга. Европа должна убедить украинские власти принять условия России на переговорах по мирному урегулированию. Это заявил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Он считает, что Европа должна объединить усилия, чтобы выдвинуть мирное предложение для Путина и украинцев, попытавшись убедить украинцев принять вопросы Путина. Стоит отметить, что до этого Берлускони, как он сам сказал, считал Путина человеком демократии и мира. Но после событий в Украине, по его мнению, Россия не может отрицать своей ответственности. В Техасе парень пришел в местную школу и застрелил 18 детей. Губернатор штата сообщил, что стрелком оказался 18-летний Сальвадор Рамос. Преступник скончался после перестрелки с полицией. Еще несколько дней назад стрелок написал в Инстаграме, что собирается кое-что сделать. В Молдавии арестован бывший президент Игорь Дадон. В его доме провели обыск, а после прокурора предъявили постановление об аресте на 72 часа. Дадон обвиняют по четырем статьям, в том числе о госизмене и коррупции. Связано ли это с тем, что он имеет пророссийские взгляды, официально неизвестно. Рогозин предложил переименовать Курильские острова и дать им русские названия. Глава Роскосмоса предложил подумать над тем, чтобы один из островов назвать Варягом. Второй корейцем, в честь канонерской лодки, которая героически сражалась против японского флота. Третий остров он решил назвать в честь Всеволода Руднева, героя русско-японской войны. Премьер-министр Британии Бориса Джонсона призывают к отставке. После появления новых фото с вечеринки во время карантина. На фото видны пустые бутылки от алкоголя, закуски, ну и, конечно, санитайзер и антибактериальные салфетки. Куда же без них. На тот момент собираться вместе было разрешено только родственникам. Ранее Джонсон врал и говорил, что вечеринки не было. Алексей Навальный заявил, что судья, заменивший ему условный срок, на реальный передала письмо, которое написала перед своей смертью с сожалениями о своем решении. На премиях в суде, где сейчас проходит рассмотрение апелляционной жалобы на приговор по делу о мошенничестве, Навальный заявил, что судья Наталья Репникова передала ему письмо через адвоката, в котором призналась, что сожалеет о своем решении и назвала Алексея смелым человеком. Репникова умерла от коронавируса в августе 2021, примерно через полгода после того, как заменила Навальному условный срок на реальный по делу и прошивание. Байден заявил о готовности вступить в полноценный военный конфликт с Китаем в случае его вторжения на Тайвань. Похоже, в 2022 нас ждет еще много всего интересного. Но также не стоит исключать и того, что дед просто забыл выпить таблетки. Напомню, что в апреле китайские военные сообщали о проведении учений вокруг Тайваня, а в Пекине заявляли о том, что ранее США обещали не поддерживать независимость острова. Российские олигархи, осуждающие военные действия в Украине, но боящиеся выступить против, опасаясь репрессии со стороны Кремля, неоднократно звонят министру финансов Канады. Об этом сообщила сама министр. Христиа Фриланд сказала, что олигархи предлагают ей сделку. Значительную часть замороженных активов они передадут Западу, а их замен исключат из санкционных списков. Полученные миллиарды пойдут в Украину, а олигархи и дальше смогут жить беззаботной жизнью. Однако никаких подтверждений таких предложений от олигархов нет, как и доказательств того, что они действительно звонили.